Недельная глава Это с бытие Берешит 41 главы, с первого стиха до 44 главы. Насыщенная глава, там происходит столько всего, столько эмоций в этой главе, столько событий происходит, примерно как наша неделя, вот эта ханукальная. Она у нас тоже прошла очень так насыщенно, наполненно, и тут у нас и мероприятие для новых репатриантов было в понедельник, и тоже было вообще очень хорошо, и я прям чувствовал, как рука Божья помогает нам во всем этом, и каждый день здесь какие-то мероприятия проходят, и вчера у нас был вот этот каббалат-шаббат для родителей, и я к тому, что действительно много всего здесь написано, начинается это все с того, как вы только что услышали от Влада, с того, что фараон видит сны. Два сна видит, никто ему не может объяснить. Точнее, он слушает от людей различные переводы, толкования, то, что они им рассказывают, но он говорит, нет, это не то, это не то, это не подходит. То есть у него тоже было какое-то понимание этих вещей, когда вот он именно от Иосифа услышал то, что тот ему сказал, тот сразу же такой, да, вот это оно, и от Иосифа пришло не просто толкование этих снов, но и моментальное решение ситуации. То есть он там сразу пришел и дал ответ фараону, говорит, вот так надо сделать, вот так надо сделать, вот так нас ведет Дух Господень, когда действительно мы вместе с Ним. Но часто получается так, что мы тратим себя, свое время, свои ресурсы на тех людей, которые нас не ценят, на тех людей, которым мы безразличны. И мы пытаемся им что-то доказать, что-то объяснить. Знаете, в интернете, например, это очень сильно, когда ты в социальных сетях выложил какую-нибудь красивую фоточку, вот я тут был, вот я это умею, вот я здесь еще вот так смог, а вот это у меня еще вот это есть. И ты вроде бы показываешь себя, вот какие-то свои вещи, тратишь свое время, свои эмоции на каких-то людей, которые даже не увидят этого, которые даже не оценят это, которым это даже и не нужно, которые пролистают вот так вот мимо, тебя пройдут и даже не обратят на это внимание. И, к сожалению, своим родным, близким, семье своей мы уделяем мало времени. А вот на вот такое всякое мы уделяем много времени и недостаточно внимания обращаем на то, что происходит в нашей семье. И иногда даже можем грубо ответить им, нашей семье, самым нашим родным, самым нашим близким. Можем как-то, знаете, вот так вот, ты мне вот это сказал, сгрубить можем, так как бы сделать, какое-то неправильное слово подобрать и обидеть человека, который нам близок, который нам родной. А ведь это действительно самое ценное, что у нас есть. Наша родня, наши родные души, семья. Иосиф хоть и жил среди роскоши, да, он был вторым человеком после фараона, и он имел все, что вообще может пожелать себе нормальный человек. Он имел власть, деньги, роскошную жизнь, красавицу, жену, двое сыновей. Что еще человеку нужно? Можно сказать, он даже управлял всем миром, потому что империя была тогда, Египет, и она влияла на весь мир. Все, что в Египте происходило, происходило также во всем мире, когда какие-то были проблемы, куда все шли, все шли, соответственно, в Египет. То есть, да, образно можно сказать, что он управлял всем миром. Весь мир был у него под ногами. Но ему чего-то не хватало, Иосифу. Чего не хватало, Иосифу? Семьи, родных. Точнее, ему не хватало общения с отцом и с братом. Давайте мы посмотрим 43 глава. С 27 стиха «Бытие». Там написаны такие слова. Он спросил у братьев, которые пришли, Иосиф спросил их о здоровье и сказал, «Здоров ли отец ваш, старец?» Имейте в виду, что он еще не открылся им. «О котором вы говорили, жив ли еще он?» Вот какие вопросы его интересуют. Они сказали, «Здоров, раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились и поклонились ему. И поднял глаза свои и увидел Веньямина, брата своего, сына матери своей. И сказал, «Это брат ваш младший, о котором вы мне говорили?» И сказали, «Да». И сказал, «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, И он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там». То есть он все имел, все, что хотелось, у него было. Но имея все этого, ему не хватало близких, ему не хватало родных, ему не хватало вот тех близких ему душ, с которыми он был близко связан. Здесь конкретно указывается отец и брат. Это вот первый урок, который я взял с этой главы. И есть еще один интересный урок, который нужно, я думаю, тоже поднять. Относиться с уважением ко всем тем людям, которые вокруг тебя, и независимо от их причуд. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Допустим, мы смотрим Берешит, 42 глава, 38 стих. Как раз там Яков сказал, «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался, и если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб». То есть я умру, если не будет у меня Вениамина. Он говорит, еще брата его вы забрали, то есть это уже полжизни вы от меня забрали. Еще сейчас, если Вениаминов заберете, то вообще вы сведете седину мою в гроб. И тут мы, знаете, можем двояко смотреть на эту ситуацию. «Ну как, у тебя вот двенадцать сыновей, все они такие патриархи, такие великие, которые в дальнейшем станут главами колен, и ты как бы вот берешь Иосифа, Иосифа наряжаешь в какую-то особенную цветную рубашку, у Бениамина выделяешь, что ты его любишь, Рахель у тебя была любимая жена, ну какие-то у тебя вот такие взгляды особенные, ты кого-то любишь, кого-то не очень любишь». То есть какие-то свои причуды у тебя есть, но это совершенно не значит о том, что Яков стал менее сильным в глазах Бога, или что он каким-то стал не очень хорошим отцом нашим, или это каким-то образом понизило его статус, величие его в Торе. Это совершенно не значит. Яков был великим человеком, прошедшим через очень сложный путь. Вы в прошлый раз об этом хорошо слышали, или он рассказывал. И что действительно его путь жизненный, он был очень трудным. Столько проблем, столько ситуаций, столько обстоятельств в его жизни. И все это не принижает его статуса патриарха. То, что у него были какие-то свои взгляды, какие-то свои, знаете, кажущиеся нам неправильными приоритеты. Среди нас тоже, может быть, есть люди, которые кому-то покажутся, что, ну, окей, они какие-то причудливые, но это не значит, что мудрость Божья и любовь Божья не используют этих людей для служения Ему. Это не значит, что эти люди не приносят плода для Господа Бога. Они также приносят плод для Господа Бога. И если ты, не осуждая его, этого человека, наоборот, попробуешь подружиться с ним, приблизить его к себе, ты поймешь, какой он классный человек. Ты увидишь, какой он хороший служитель, как Господь его продвигает и как он ценен в глазах Бога. Иосиф старался для блага Египта. Да, вот он управлял, он день и ночь работал, может быть, я не знаю, по 12 часов стоял, приходили к нему люди, покупали, он им разрешал или не разрешал. То есть он непосредственно был вот этим лицом вот этой всей торговли. И, можно сказать, посвятил всю свою жизнь Египту, служению вот этому народу. С утра до вечера пахал, а результат? Умирает Иосиф, меняются фараоны, и встает тот, кто не знал Иосифа, и весь еврейский народ порабощает в рабство. А что делает народ Израиля, родные его? Что они делают? Даже когда они выходят из рабства, они забирают кости. Кости Иосифа, потому что они ценят его, потому что они помнят его, и потому что он для них дорог. Не всегда в служении родные поддерживают. Бывает такое, что они являются даже препятствием на служении Господа. И иногда даже как в служении Ишуа, помните, он служил людям, он делал что-то, и пришли его мать и братья, и сказали, пошли, пошли с нами домой. Почему они ему сказали, пошли с нами домой? Потому что они думали, что он чуть-чуть того, что он сумасшедший, что пришло время ему уже закончить все это, и они хотели таким образом его забрать. Ишуа служил сотням, тысячам, а может быть сотням тысяч людей. Были вокруг него все время люди. Но в конце его земного пути кто остался около креста? Мать и любимый ученик, которому Ишуа сказал, теперь это твоя мать, и это твой сын. То есть породнил он их. Хочется просто сказать в завершении, чтобы мы ценили близких, ценили родных нам людей по вере, и что также мы можем увидеть, что из иногда близких по вере нам людей могут нам быть люди даже роднее, чем родня. Это тоже очень важно и очень ценно. Спасибо. Спасибо.